Здравствуйте, с вами Ломонос Пётр. Сегодня мы поговорим о том, как оздоровить озимый чеснок за один сезон. Опытные огородники знают, для того, чтобы оздоровить озимый чеснок, необходимо собрать бульбашки, посесть, получить севок, высадить их обратно, и после этого севка получить маленькую луковицу, и потом только посадить зубки с маленькой луковицы и получить крупную луковицу. То есть весь цикл будет занимать три года. Три года, пока мы получим оздоровленный чеснок, который будет давать нам приличный урожай. Через 4-5 лет эту операцию приходится повторять по-новому. Повторяем по-новому эту операцию, и это как бы очень трудоемко. Мы привыкли сейчас к нашим уже достижениям научно-техническим, мы ускоронно, мы и живем ускоронно, и время застряло жить ускоронно. Поэтому я вам хочу рассказать о способе, который я применяю, как оздоровить озимый чеснок за один год. Делается это очень просто. Главное иметь посадочный материал озимого чеснока. Не важно, что он у вас уже вырождается, что это мелкие луковицы, нам это не очень принципиально важно. Оздоровление озимого чеснока сводится как бы, ну, операция одна. Это посадка зимы чеснока на зиму целыми луковицами. То есть мы чеснок не разламываем на зубки, мы его сразу садим целой луковицей. Ну, для этого, чтобы наш чеснок был хороший, здоровый, мы эту луковицу предварительно протравливаем. И вот здесь желательно использовать, конечно, или залу древесную, или обычную химию. Любой препарат от болезней, вредителей, нижекомплексный препарат, это тройное действие. Можем, растворяем по инструкции, замачиваем наши луковицы на полчаса-час, и после этого целой луковицы мы наш чеснок высаживаем на оградку. Что происходит? Наш чеснок сходит, видите, как трава, очень хорошо взошел. Вот, потом, значит, каждая луковица, луковицы, может быть, и 5, и 10 зубков, каждый зубок стремится дать луковицу. Но за счет того, что они растут чесно, они растут чесно, большой луковица не разовьется, это раз. Луковица не будет, ну, как бы, кривобокая, она будет кривобокая, она не будет иметь правильную форму, потому что они в роду, новые луковицы, которые будут образовываться в нашем чесноке, они будут чеснить друг друга. Но смысл не в этом. Чеснок, который вырос в таких стесненных условиях, обладает повышенной жизнеустойчивостью. То есть происходит его оздоровление. И вот эти зубки, которые получатся у нас кривые, какие-то некрасивые, мы высаживаем, уже в этом году осенью посадим, на следующий год мы будем иметь вот такие крупные луковицы, очень больших размеров, где-то до 10-12 сантиметров такие луковицы будут вырастать из этого нашего чеснока. Потому что, видите, способ очень простой. Просто высаживаем озимый чеснок луковицами, и нам не надо заморачиваться всеми бульбочками. Три года ждать, пока получим товарную луковицу. Процесс сокращается на два года. Ну и заметьте сами, что если мы будем высаживать наш озимый чеснок из луковиц, из зубков, то есть там более заметно, где вверх, где низ. Особенно, когда зрение еще так уже становится не очень, знаете, это принципиально важно. Потому что высаживая озимый чеснок из селка, легко перепутать, посадить чеснок вверх ногами. Он, конечно, вылезет, взойдет, но урожая большого не даст. А тут мы будем видеть ясно, где вверх, где низ. Ну и вот, мои дорогие садоводы и огородники, что я еще вам хочу рассказать. Если вы заметили, у меня вся градка покрыта соломой, то есть она замульчена соломой. Она была замульчена соломой еще с осени. С осени было положено соломой, стоим где-то 10 сантиметров. Под снегом, снег, дожди прибили, видите, она очень маленькая. Что это мне дает? Ну, во-первых, под мульчой лучше сохраняться влага. Это факт общеизвестный, вы это поняли. Не прорастают сорняки, мне не придется полоть эту градку. Это второй нюанс. И третий нюанс самый важный, что вот такую замульчированную градку не любят. Ни луковая муха там не селится, ни болезни. Они также не любят такие условия. Так что, видите, способ очень простой. Во-первых, для лодры. Сами понимаете, бульбочки не надо собирать. Полоть не надо. Уход минимальный. Такой чеснок, конечно, можно подкармливать тоже желательно. Выламывать стрелки тоже желательно. А не надо нам стрелки, нам уже растет материал в земле. Но работы, сами понимаете, по сравнению с обычной технологией чеснока, здесь гораздо-гораздо меньше. А результат вас будет очень порадовать. Когда вы через год с луковиц и выросших на них зубков будете иметь хороший крупный урожай. Так что берите этот способ себе на вооружение. Высаживайте чеснок целыми луковицами на зиму. Если вы хотите оздоровить, оздоравливайте и сохраняйте понравившие сорта. А также смотрите наши ролики на ютуб канале. Подписывайтесь. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова